Игорь Николаевич Семиволос, директор Центра Ближневосточных Исследований у нас в эфире. Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Давно про Турцию не говорил я с вами, мы давно не встречались с вами, мы в эфире. Давайте начнем с конкретного вопроса. Вот этот нефтеналивной терминал Дорт-Ёл, что означает отказ от использования его для российских судов? Ну, это означает, что турки боятся вторичных санкций. И очевидно, что сейчас американцы вплотную взялись за, собственно, перевозку российской нефти, переработку российской нефти. И, соответственно, мы видим сейчас первые результаты. И это речь идет и о значительном сокращении количества танкеров, которые перевозят нефть, ну и, соответственно, существенное уменьшение так называемого теневого флота. Это отказ многих компаний Греции, Кипра, которые активно участвовали в этом бизнесе, собственно, от таких перевозок. Ну и, соответственно, в этом же ряду являются и вот эти последние действия турецких бизнесменов. Ну вот, смотрите, впервые проявилась, так сказать, Индия. Из-за санкции она отказалась заключать контракты с Роснефтью. Об этом сообщает Блумберг и пишет, что Роснефть не удалось заключить долгосрочные контракты с крупнейшими индийскими нефтеперерабатывающими заводами на приобретение 500 тысяч баррелей в сутки. Ну и, к слову, Индия стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти, это, так напомнить, да, после вторжения Российской Федерации в Украину. И на пике в мае 2023 года поставки достигли 2,15 миллионов баррелей в сутки, повышая довоенный уровень почти в 30 раз. Что вдруг тут произошло и насколько, конечно же, это будет удар для Российской Федерации по ее бюджету в первую очередь? Ну, произошло то, что, в общем, в конечном итоге американцы нашли правильный подход или, по крайней мере, сформулировали достаточно четко, сформулировали, каким образом должны работать санкции в отношении российской нефти. То, что в течение длительного времени казалось практически нерешабельным, сейчас мы видим, что, в общем, эти попытки выглядят более эффективными. Я не могу в цифрах сказать, сколько Россия продавала и какие конкретные суммы получала от нефти. Хотя мы знаем историю с индийской, тем же самой нефтью, с Индии, да, когда, собственно, Россия поставляла Индии нефть в рубиях, получала рубии, которые неизвестно, куда нужно было девать. И индусы, в общем, вполне логично предложили инвестировать эти рубии в индийскую экономику. Хороший, мне кажется, двойной удар. Но, кроме всего этого, понятно, что экономика войны, она в значительной степени зависит от доходов, которые получают от нефти, от продажи нефти и газа. И поэтому это существенно бьет, я допускаю, существенно бьет по российским возможностям в этом регионе. Но, опять-таки, все нужно смотреть в развитии, да, то есть будет ли вот эта политика в дальнейшем, сохранится ли она? То есть не будут ли использовать американцы те же самые санкции для достижения своих интересов в других? То есть не является ли это частью торгов, а является это частью такой политики, которая зафиксирована и четко обозначена в течение и становится, собственно, политиками Вашингтона. И тогда мы можем, собственно, уже говорить о каких-то серьезных изменениях. А пока это хорошие тенденции. То есть я бы сказал, возможно, даже тренд. Но сейчас это хорошие тенденции, которые говорят о том, что американцы нащупали правильный подход к этому решению. И если не Индия, какие еще страны могут покупать у России нефть? Ну, китайцы, конечно. Конечно. Ну, это одна из основных потребителей российских. Хотя, ну, в общем, как вы понимаете, что китайцы будут диверсифицировать. Ну, и потом опять-таки, ну, ведь другие страны даже достаточно много покупают нефть. То есть весь этот, так называемый, глобальный юг, эфемизм, который используется, в общем, для стран, которые находятся в Африке, в Азии, и в Латинской Америке, они в значительной степени являются сейчас одним из ключевых партнеров России. И именно туда Россия прикладывает огромные усилия для того, чтобы сохранить этот рынок, сохранить эти возможности для российской экономики и, соответственно, для финансирования войны. А тут дело в том, что Reuters сообщает со ссылкой на разведку Литвы о том, что Россия еще два года может воевать с Украиной с нынешней интенсивностью. А все из-за высоких цен на нефть, уклонения от международных санкций и государственной инвестиции. Вот как раз-таки государственные инвестиции, куда инвестирует Российская Федерация на сегодняшний день, учитывая два года полномасштабной войны, которую она ведет против Украины, и, учитывая, что вот уже вторичные санкции, и также мы видим, что Индия отступает от покупки нефти, уже меньше, по крайней мере. И все-таки стоит ли опять пересматривать, возможно, потолок цены на нефть? Вот таких два аспекта. Ну, по-моему, он не сработал, не очень сработал. То есть он как-то начал работать, потом как-то, собственно, сдохла вся эта инициатива и куда-то... Сейчас о ней все меньше и меньше вспоминают. Вот, вероятно, это тоже не тот... Это, понимаете, это тоже такой классический вариант, как бы усидеть на двух стульях и попытаться, с одной стороны, обеспечить ощущение контроля над ситуацией, с другой стороны, никому не навредить. Ну, это в условиях Европейского Союза, наверное, по-другому достигнуть соглашения невозможно, с учетом интересов ряда стран, которые активно занимаются экспортом, в том числе и российской нефти. Но, наверное, это тема, которая близка к Европейскому Союзу, в первую очередь. Что касается американцев, у них нет таких проблем, нет необходимости долго договариваться по поводу тех или иных санкций. Если решение принято, оно принято, и оно начинает работать. И это более эффективно, очевидно, в этих условиях, потому что россияне действуют тоже достаточно быстро. Вот в этих всех историях быстрота принятия решений является, может быть, одним из определяющих критериев. Ну, по поводу данных литовской разведки я тут не буду комментировать, потому что кто я, кто такой литовская разведка. Игорь Николаевич, продолжим про партнерство Турции и Штатов. Турция выбирает правильного партнера между Соединенными Штатами и Россией. Об этом пишет Bloomberg. Анкара начала частично соблюдать санкции против РФ, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном. Визит министра иностранных дел Турции в Соединенные Штаты должен способствовать этому. СМИ отмечают, что Турции становится все труднее балансировать и поддерживать связи как с Российской Федерацией, так и с Соединенными Штатами одновременно. Издание сообщает, что толчком к улучшению военных отношений между Турцией и Штатами стало согласование продажи Анкаре самолетов F-16, ракет и бомб американского производства на 23 миллиарда долларов. Кроме того, Турция является важным партнером Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg, поскольку на турецких авиабазах, в частности на легендарной базе Инджерлык, находятся ядерные боеголовки Соединенных Штатов. Эти авиабазы Вашингтон использовал для шпионажа за СССР еще во время Холодной войны. Ну и также, наверное, Игорь Николаевич, нельзя не вспомнить компромисс, который был найден в вопросе новых членов НАТО с Турцией, сама члена Альянса. Если говорить о военном альянсе, о военном сотрудничестве, вот мы говорим о некоторых разрывах в экономической деятельности с Россией, а если говорить о военном сотрудничестве со Штатами, может ли усиливаться оно именно в свете угрозы от Российской Федерации? Ну, в этом контексте меня больше интересует Черное море, потому что все остальные моменты, связанные непосредственно с продажей самолетов и так далее, это, в общем, как бы С-400, хотя это интересно для нас, возможно. Но меня интересует Черное море и безопасность в Черном море. Пока мы там видим совершенно другую историю, другую картину. И турки, ну, вот такое впечатление, что для них это какая-то священная корова, и сотрудничество с Россией в Черном море, и возможности расширения НАТО в этом регионе воспринимается как покушение на устой. Вот, и это меня, как бы, немножечко беспокоит, потому что, конечно, там кое-что может изменяться, и давление, конечно, растет со стороны американцев. И есть, собственно, взаимные интересы со стороны Турции, что тоже важно в понимании вот этих процессов. Но вот в Черном море пока нет никаких таких подвижек, которые бы свидетельствуют о том, что Турция как бы понимает угрозы, которые, до конца понимает, я уточню, угрозы, которые несет с собой Россия в Черном море. Поэтому я бы, конечно, здесь еще рассчитывал на дальнейшую дискуссию, и особенно, когда речь идет о украинско-турецких отношениях, вопросу безопасности Черного моря и возможности расширения участия НАТО в этом процессе. Буквально короткое уточнение, Игорь Николаевич, понятно, мы про Штаты говорим, а как у Турции с Великобританией, в том числе в контексте Черного моря? Лучше, чем с Францией. Лучше, чем с Францией. Да, но там тоже есть определенные инициативы, но эти инициативы скорее имеют более глобальный характер, турецко-британские. А по Черному морю пока там, в лучшем случае, турки подписали соглашение с Румынией и Болгарией по поводу разминирования. Вот эта инициатива есть, это все, чем можно похвалиться. Ну и вот эти взаимоотношения и взаимосвязь, даже я бы сказала, двух стран, Турции и Китая, которые мы уже сегодня упоминали, в контексте, конечно же, сотрудничества с Россией, что за игры экономические ведут, вот тут уж тоже нам помогите разобраться, поскольку Россия сейчас использует мирные инициативы, Китая и Турция, чтобы остановить международную поддержку Украины. Об этом пишет Институт изучения войны. Аналитики отмечают, что Российская Федерация манипулирует заявлениями чиновников из этих стран. Так, китайский представитель по Евразии Лихуэй заявил, что невозможно обсуждать регулирование войны Украины без участия Российской Федерации и учета ее интересов в вопросе безопасности. В то же время министр иностранных дел Турции сказал, что переговоры могут начаться в ближайшее время. Американские аналитики считают, что российские официальные лица симулируют заинтересованность в мирном урегулировании войны, поскольку хотят склонить Запад к уступкам в вопросе украинского суверенитета и территориальной целостности. Как думать, почему сейчас как-то так получается, что одновременно и Турция, и Китай активизировались в вопросе, опять-таки, переговоров, и какие экономические, скажем так, издержки несут эти страны, несут ли из-за войны России против Украины? Я думаю, в значительной степени их активность усилилась в связи с тем, что мы подходим к финальному этапу проведения международного форума по украинской формуле мира. Эти усилия дали определенный результат. Мы, конечно, будем уже анализировать непосредственно финальную часть, когда встретятся президенты и, соответственно, будет подписано некий коммунике и принципы, на которых все будут действовать. Но сам факт того, что, собственно, украинская инициатива сейчас является ключевой и базовой, которая обсуждается в мире, что крайне важно для нас. Вот это во многом подстегивает вот этих, как говорится, партнеров российских. Или, скажем так, пусть будут партнеры. А к поиску вот этих альтернативных... Это не в последнюю очередь связано с усилиями российской дипломатии, визитами лавров других высокопоставленных чиновников российских в эти регионы, обсуждений. Они тоже и Турция, и Россия пытаются... И Турция, и Китай пытаются, соответственно, остаться на плаву. А не затеряться среди других участников этого форума международного. Они не хотят быть просто одним из участников. Ну и так далее. Потому что потеря... Не создание вокруг себя некой коалиции стран, которые поддерживают их инициативы, оно... Уже свидетель. Их инициативы не поддержаны. Да, и китайская инициатива, собственно, которая прозвучала еще в 2022 году. И, собственно, у турков вообще нет инициативы, есть только предложение места проведения переговоров. И вот это все, как мне кажется, вот это обстоятельство во многом как бы и толкает эти страны к усилению своей политической активности. Ну, я тут, опять-таки, не беру внутриполитическую ситуацию в Турции, необходимость демонстрации успешности турецкого президента и так далее накануне выборов, местных выборов. Это, само собой, прилагающаяся вещь. То есть, тут Китай интереснее в этом плане. То есть, если Китай не приедет на эту конференцию и не будет участвовать, ну, по причине там разной, то есть, он тогда выпадает из этого списка, из этой обоймы и, соответственно, не может влиять каким-то образом на эти процессы. И поэтому они пытаются вот всячески сейчас торпедировать этот процесс. Как мне кажется, это выглядит именно таким образом. Только политические, да, аспекты, я спрашивала, касательно экономических издержек, что именно они теряют, если продолжается война? Ну, вы видели, наверное, порты, да, Китая. И то, что, собственно, этим связана еще сама депрессия в Китае, то есть, стагнация экономики. И коммунистический Китай, коммунистическое правительство пока не удалось преодолеть вот кризисные явления в своей экономике Китая. А перенос производства с Китая в другие страны, опасаясь того, что Китай может усилить свои авторитарные тенденции и становить угрозу. То есть, все это, конечно, влияет и бьет по Китаю. Китай заинтересован в проводе, в проходе своих товаров по морскому пути, а сейчас мы видим, что происходит с морским путем. Поэтому это тоже существенный удар по экономике. Китай в любом случае заинтересован в стабилизации ситуации. Другое дело в том, что он под этим подразумевает. Готов ли он вообще, на самом деле, говорить о справедливом урегулировании? Ну, судя по всему, пока нет. Что ж, спасибо, Игорь Николаевич. Всегда рады вас видеть и интересно вас слушать. Спасибо. Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных Исследований, был гостем этой части эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.